О, привет! А я тебя знаю. Да, я не знаю, как начинать вступление без чоково-модники, но все-таки избавимся от этого, ладно. Порадую многих людей. И сегодня на обзоре будет та самая пара Nike Sakai Vapor Waffle, вроде так. Которая немного с приключениями ехала с Энда, потому что доставка попала на праздники. И было и приятно, и неприятно, потому что цена на Энди изначально была около 18 тысяч рублей. Они скинули ее после выигрыша до 14 с половиной тысяч рублей, уже с шипом. И осталось только ждать. Ну а перед тем, как я начну рассказывать про эту пару кроссовок, которые реально интересные, не только своим дизайном, каким-то деконстрактом и реселом, конечно же. Не забывай подписаться на канал, полезные ссылочки в описании, в том числе группа Buy, мой чатик, где много полезной информации и куча всего полезного. Ну и, конечно, отмечайся в комментариях и смотри это видео до конца. Да, а я начинаю. Как я и сказал, коробочка приехала с сайта Энд, цену скинули, все было хорошо. Помимо того, что как бы Федекс решил подбухнуть, видимо, отдохнуть. Посылка приехала в Москву после всех таможенных оформлений, и мне оставалось только дождаться ее дома. Подумал я, как наивный парень, но Федекс пранканули, и из Москвы трек-код у меня оказался в Волгодонске. То есть Москва-Владимир это 170 километров, Владимир-Волгодонск это 970 километров. Ну, грубо говоря, 1000 км. И туда просто это ехало 5 дней. Из Москвы до Владимира, я думал, едет 5 дней, а ехало до Волгодонска. Я не знаю, каким чудом, но на следующий день, ближе к вечеру, что ли, или там, ну, в общем, на следующий день посылку уже привезли. В чем прикол, я не понял. При том, что в Волгодонске, типа, они не смогли мне дозвониться. Хорошо, что они приехали сюда, и мы будем смотреть на них. По классике, респект энду только хотя бы за то, что они кладут это все в боксы доставочные. Вот, например, здесь вмятины, а могли бы быть на моих стакаях. Оранжевая коробка, это не первая. У меня уже была такая коробочка на коллаборации PIS-1. В плане того, что здесь застежку, замочек открываете и тянете за колечко, кроссовки поехали на вас. Только здесь она выполнена. В оранжевом цвете размер 7 UK, 8 US, либо 7 UK и 9,5 женский US. И, кстати, я не понял, почему, но 26 сантиметров это мужская стопа, но для девушек это длина 26,5, типа, сексизм. Сверху полупрозрачная надпись Nike, а сбоку буковка N. Здесь почему-то ничего не стали делать, а здесь Ikea. И получается Nike, логично же. Не будем долго задерживаться, перейдем поближе к распаковке этих кроссовок, при том, что я прям реально теку от них. Вот, то есть, есть кроссовки, которым я спокоен, куда меньше кроссовок, которые мне прям не нравятся. А от этих я в полном восторге. Если бы это был мой размер, 100% оставил бы себе. У нас остается бумага, которую тоже хочется посмотреть, потому что здесь, видимо, логотипы Nike и Sakai. Не так важно, но все-таки интересно. И под кучей слоев бумаги мы добираемся до вейпер-вафлей. Но, как я и говорил, надо все-таки взглянуть на бумажки, что тут написано. Nike, Nike Sakai. Ну, неплохо. Почему бы и не добавить вот такую вот детальку? И вот они, наши Nike Sakai. Вышло уже 4 расцветки. Готовятся вроде как еще немного с другими вариантами. И, конечно же, это пара мем. Можно так сказать. Хотя, в принципе, их все коллаборации, получается, были мемами, потому что двойная подошва, что на LDV-вафле, если я не ошибаюсь в названии модели, что на Vapor-вафле, тоже так. В принципе, это уже, наверное, такой некий подчерк Sakai. Блять, отклеилось, что ли? Ладно, скажу сразу же, что приводит меня в восторг на этих кроссовках. Я не знаю, это такой пустяк, но вы посмотрите на носок этих кроссовок. Он такой узенький, такой маленький. И я прям реально получаю эстетическое удовольствие от этого. То, что шнуровка длинная, балдеж-пердеж. Ну, по-другому слов не подобрать. Не будем акцентировать внимание на том, что я текусь них. Просто посмотрим на материалы. И сразу же скажу, что для меня было очень странно. Ну, тут есть черные шнурки плоские и зеленые не плоские. Хотя, ну, плоские. Ну, короче, странно. И в комплекте не как обычно в пакетике, а просто вот так вот скомканные и запиханные шнурки в них. И все. Ну, типа, камон, это странно. И смотрим поближе на эту пару кроссовок. Снизу у нас, конечно же, агрессивный, но крутой цепкий протектор. Да. Потом расскажу, от какой модели это все идет. Двойная подошва, которая выглядит нереально круто. И у многих встает вопрос, что делать, если наступят тебе на них в метро. Да, блядь, ничего. Вот и все. Я дал ответ прям за секунду. Также у нас есть прям вот жирная сеточка. Но в то же время она очень свободная. То есть эта пара кроссовок на лето будет одной из лучших. Ну, реально, вы посмотрите, она просвечивает. Видно будет ваши носки. Надеюсь, целые новые, свежие. Да. Плюс сбоку кроссовка у нас идет приятная жирная замша. Прям видно волокна, хорошие, интересные. И в пятке у нас находятся кожаные вставки. Одна в цвет носка, такая бордовая. А вторая у нас идет черного цвета с двумя брендами. Nike и Sakai. Что прикольно, они пропустили на петельке, на самой напечатали вообще Nike и Sakai. То есть не стали как-то обходить. Это просто, да, давай по петельке пройдемся. Двойная шнуровка, как я уже говорил, черного и зеленого цвета. И замша вокруг дырочек. Для шнурков тоже у нас зеленого цвета. Замша на ощупь, честное слово, приятная. Двойной язычок. Что в принципе логично, потому что у нас двойная подошва. Две модели, если скрестить, то будет два язычка. Чуть не забыл про то, что у нас черный кожаный свушь с внутренней стороны. И с внешней у нас также кожаный черный свушь. И плюс нанесен просто краской. Опять же, две подошвы, два язычка, два свуша. Ну и два комплекта шнурков, которые уже вставлены в ваш кроссовок. Не забудем посмотреть и на стельку, которая у нас не приклеена. Да, она не приклеена. Но, хотя клейкая. Должна была быть приклеена, но не приклеена. Прозрачная бирка, что в принципе для меня необычно, потому что они просто классического белого цвета. А здесь она из прозрачного материала. И также на пятке у нас написано Nike Sakai. Ничего больше интересного нету. Но внутри все самое обычное. И вот плюс очень дышащая сеточка. За что огромный плюс. Потому что пара на лето будет просто турбо-пушка. Но это лично мое мнение. Возможно, кому-то они безумно не нравятся. Но мне безумно нравятся. Прям вот один из лучших релизов прошлого года. При том, что он был реально недорогой. 14,5 тысяч ритейл этой пары вместе с шипом на Энде. Ну и можно сказать, что это весь обзор на эту пару. Но я не знаю. Это один из самых ожидаемых мною релизов прошлого года. Особенно мне нравится смотреть на них сверху. Потому что сверху они выглядят еще сексуальнее, чем со стороны. Хотя нет, мне кажется, они со всех сторон офигенные. Конечно, я не забуду про вопрос, из чего состоят эти кроссовки. Точнее, из каких двух моделей. И как нормальный человек, я полез посмотреть в интернет. Потому что реально, ну фиг его поймешь, чем вдохновлялся. Или под чем вдохновлялся автор этой модели. Но все-таки смог найти Nike Vifel Racer. Да. Который, в принципе, многие из вас видят сейчас в моей группе Buy на скидках. И второй вариант кроссовка, который сюда соединили. Nike Vapor Pegasus. Но, если честно, я до этого пытался в интернете найти эти кроссовки Vapor Pegasus. И он находил мне только Vapor Street Pegasus. Как итог, наверное, стоит все-таки сказать, что еще раз точнее повторить. Пара будет обалденная на это лето. Опять же, если мы посмотрим на эту сеточку. Которая офигительно прозрачная, дышащая. Ну, добавить больше нечего. С чем их фитить? Да с чем угодно. С широкими штанами, с узкими штанами, с шортами. С чем хотите. Реально модель популярная. Черная расцветка топ. И вот эта вот мне нравится. Другие две послабее. Но, в принципе, я бы взял любую из них. Ну и спасибо тебе за просмотр. Особенно за то, что досмотрел до этого места. Как всегда, не забывай подписываться на все полезные ссылочки в описании. И желаю, чтобы все твои попытки взять какие-то интересные пары в этом году сбывались. Да, почему бы и нет. Я надеюсь, что мои будут сбываться. Потому что уходящий год реально мне фартил. Особенно на Энде. Спасибо тебе за просмотр. И пока.